Добрый день всем тем, кто только подключился к нам в эфире. Самая позитивная и добрая передача Куншуах в прямом эфире. На календаре 18 января вторника не устаем вам желать хорошего настроения и бодрости на весь день. Несмотря на то, что мы все больше времени проводим в интернете, книги все равно не потеряли своей ценности и их хранилище. Библиотека вызывает в душах заядлых книгачей втрепет, а работники этого особенного места уважением. Еще бы, ведь именно библиотеки являются нашими проводниками в мир литературы, помогают найти произведения, которые мы давно мечтали прочитать, отыскать своего автора. И сегодня с нашими гостями в студии мы поговорим о книгах, выпущенных в год поддержки детского и юношеского чтения. Тем более, этот год, 2022, объявлен годом детей. И у нас сегодня сотрудники библиотеки имени Хамзы Исинжанова. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей программе, как ваше настроение, как для вас начался год. Можете поделиться с нашими телезрителями для начала, ну и, соответственно, поздравить всех телезрителей с новым наступившим годом. Во-первых, Лаура, я приветствую вас и наших зрителей. И хочется поздравить всех с наступившим новым годом, пожелать всем здоровья, удачи, успехов. И чтобы мирное небо над нашим Казахстаном всегда было. Да. Здравствуйте, дорогие телезрители. Лаура, большое спасибо за приглашение. Действительно, наверное, для нас, для всех одинаково начался этот год. Своеобразный, интересный. Я думаю, что все будет у нас у всех хорошо, тем более, что мы как бы вот так из предыдущего взяли с собой очень много хорошего, потому что предыдущий год был очень насыщенный. 2021 год был годом поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. И вот, как сказать, продолжением этого года Касамжимар Токаев объявил 2022 год годом детей. Вот. И мне кажется, даже неплохо, что именно вот так обобщенно сказано было, что год детей, потому что это и год поддержки детей на самых разных уровнях. Это и год вообще, наверное, дан для того, чтобы мы обратили внимание, что дети – это будущее любой страны, любого народа, и что вот поколение очень важно обеспечить информацией, хорошей, качественной. И где ее брать? Конечно, в книгах и, конечно, где? В библиотеках. В библиотеке имени Хамзы и Синжановна. Конечно. А я напомню, дорогие телезрители, сегодня у нас в гостях Звайда Утешева, деятель культуры Республики Казахстан и Сергей Быков, методист библиотеки имени Хамзы и Синжановна. Свои вопросы вы можете сегодня адресовать нашим гостям, дозвонившись по номеру 28-58-69 или же написать на номер WhatsApp 8700-028-58-69. Я пока возьму планшет, может быть, уже поступают вопросы или пожелания от наших телезрителей. Будьте активны, дорогие друзья. Ну и в целом давайте перейдем к нашей основной теме. Звайда Абесиновна, ваша библиотека является площадкой именно для разных мероприятий. И мы знаем, что с каждым разом пополняется фонд библиотеки. Вот как вы сегодня принесли какую-то малую часть, но я думаю, что это только крупицы. На самом деле их очень много. Пожалуйста, если можно, расскажите нам об этом. Вы знаете, вот то, что Сергей сказал, что 2021 год был объявлен годом детского и юношеского чтения. И, конечно, за год невозможно что-то многое сделать, потому что выпуск самой книги занимает очень много времени. Но самое главное, что сделали за это время, мы озвучили проблемы, которые существуют в Казахстане, именно книгами для детей. И по сравнению с другими странами у нас очень печатается очень мало литературы для детей. И зачастую очень авторы, которые пишут очень хорошие книги, остаются как-то за бортом. И вот эти все были проблемы на различных конференциях, на различных симпозиумах, встречах были озвучены. И по сравнению с предыдущими годами выпуск, конечно, в этом году мы получили очень хорошую детскую литературу. Но я считаю, что это до сих пор недостаточно. Потому что если мы сегодня пройдем в книжные магазины, мы увидим очень мало наших казахских, казахстанских авторов. Конечно, литературы много, но именно для детей, вот именно по возрастам. Например, возраст для самых маленьких, для мам, для подростков. И особенно мы всегда считаем, что именно литература для подростков очень, она такая серьезная литература, потому что происходит развитие ребенка. И мне, вы знаете, очень, когда вот в начале года мы объявили год детского чтения, и выступил бывший министр культуры Ахтута Рынкулова. Она сказала, что за... Кстати, что этот год, конечно, не будет он год, а это продлится на несколько лет, чтобы больше выпускалась эта литература. Даже в своих предложениях наша библиотека, я знаю, представила очень много предложений, какая литература нам нужна, что надо для этого сделать. Это проводить различные конкурсы для молодых авторов, даже для тех, которые, может быть, для мам, которые сидят сегодня с ребенком. Они больше знают, что нужно читать нашим детям. Вот в свое время ведь Джоан Роллинг написал книгу, когда она сидела с племянниками и написала вот серию книг про Гарри Поттера. И, возможно, еще другим, возможно, уже появляются дети, которые пишут сказки для детей. И, в общем, все эти были озвучены, мы даже предложили принять какую-то национальную программу поддержки чтения, что в этом должны быть задействованы ведь не только библиотеки, но и, само собой, это школы, даже телевидение и радио. Ну, любая сфера, это не значит, что это только касаться должно библиотек. Поэтому мы надеемся, что вот эти все предложения, которые мы предлагали, и в связи с тем, что в этом году объявили год детей, это вообще, оно, конечно, расширяет намного. Это вообще вот, что сегодня, вот это, наверное, впервые за 30-летнюю независимую историю Казахстана, что объявлен год детей. Это, конечно, говорит о том, что наша страна думает о будущем нашей страны. Это очень важно. Спасибо. Ну вот, Сергей, сейчас бытует мнение, что молодежь стала меньше читать, что наблюдается вот такой резкий спад интереса именно к библиотекам, к чтению книг. Что вы можете ответить на этот вопрос? На самом ли деле, вот как молодежь и подрастающее поколение, только как часто они посещают вашу библиотеку и интересуются вообще литературой? Ну, это такая старая песня, скажем так, да, потому что все-таки был период, конечно, когда и мало ходили, и мало читали. Сейчас этого нет, потому что, во-первых, просто поменялся формат чтения во многом, то есть сейчас много читается в электронном формате, что на самом деле не есть плохо. Очень многое стали заказывать книги просто через интернет-магазин, потому что у нас в городе, например, очень все плохо с книжными магазинами, и люди как бы пользуются интернет-магазинами, заказывают книги на дом. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что служу даже вот по клубу книгачеев, которых у нас в городе три, и там люди совершенно разных возрастов собираются, и они действительно читают очень интересные, своеобразные книги современных авторов, классику, естественно, и они очень все это серьезно обсуждают. Причем там и молодые мамы, и молодые специалисты, и люди постарше, и студенты, и школьники. Например, вот клуб книгачей журналов Fresh City, они собираются периодически у нас, проводят свои букросинги, и я вижу, что это действительно очень... очень читающая, как бы, аудитория. Плюс все те школьники и студенты, которые к нам приходят, ну, там, в силу сейчас вот всяких карантинных ограничений, конечно, их меньше, но если мы берем докарантинное время, то достаточно много было у нас посетителей, которые выстраивались, как бы, за теми или иными книгами. Плюс даже работа в онлайн-режиме нам показала, что читатели хотят быть в библиотеке, потому что это не только место, где они берут книги, это еще место, где они общаются друг с другом, где они самореализуются, потому что, действительно, вы правильно отметили, библиотека — это площадка еще для творческой самореализации молодежи. они там и поют, и танцуют, и читают стихи, и делают какие-то собственные проекты. Мы тесно сотрудничаем все-таки со школами, они какие-то свои школьные проекты проводят на базе нашей библиотеки. Поэтому это такая старенькая песенка про то, что интересно читать. Молодежь только в интернете, они совсем перестали читать. Обычно это еще, знаете, говорят те, кто сам не читает, и в библиотеки не ходят. Спасибо. Вот такой вопрос от нашей телезрительницы Оксаны. Как часто, ну, вот вы до этого сказали уже, ответили, практически бывают подростки, как вы работаете с этой категорией читателей. И следующий вопрос. Современная библиотека в корне отличается от библиотеки 20 века. Расскажите, какие современные инструменты вы используете в работе с читателями? Какое место в библиотеке занимает IT-технология? Ну, вы знаете, мы уже с 2001 года библиотека работает. В общем, не все, но процессы автоматизируются, и мы имеем сайты. Но вот этот 20-й год, год, когда мы вынуждены были перейти в карантин, и 21-й год мы работали то же самое, в то же время мы как бы были меньше в стационаре, а больше в онлайн, но в то же время мы очень многому научились работать онлайн. И мы даже вот, мне кажется, вот вы говорили, что дети ушли там в интернет, и, конечно, есть часть которой. И самое главное, что наши библиотекари научились работать в онлайн-режиме. Пусть, может быть, это не очень кому-то нравится, кому-то не нравится, но в то же время есть у нас свои читатели в онлайн-режиме, которые им нравятся, они ищут. И сегодня наша библиотека может предложить свои информационные ресурсы на нашем сайте, например, электронный каталог. Можно, не приходя в библиотеку, заказать какую-нибудь статью, можно отсканировать какой-то раздел какой-то книги и получить ее тоже домой. Это очень важно, потому что, как правило, не все могут успеть там в библиотеку, поэтому все возможные IT-технологии, которые применяются в библиотеке, мы уже стараемся в библиотеке применять. Да, плюс еще вот недавно у нас открылась творческая лаборатория Makerspace, где, конечно, она сейчас еще только-только начинает свою работу, потому что открылась она буквально в октябре прошлого года на базе американского уголка, в которой она работает в нашей библиотеке. Это тоже такой курс для подростков по робототехнике, по работе с 3D-принтером. Это тоже такое, скажем, современное, инновационный инструмент, потому что все-таки мы от этого уже сейчас никуда не денемся. Интернет прочно вошел в нашу жизнь, он будет еще более как бы прочно в нее входить, поэтому просто нужно адаптироваться, нужно приспосабливаться и свои таланты проявлять уже вот на этой новой площадке. Тем более, что эта площадка дает возможность талантливым детям выйти на такой очень широкий уровень, и республиканский, и международный. Поэтому, мне кажется, это даже очень здорово. Ну, мы как бы, обращаясь к зрителям, мы можем обратиться с таким предложением, что если вы считаете, что что-то можно предложить сделать в библиотеке, мы будем рады выслушать такие. Да, мы для этого всегда открыты для предложения. Потому что что-то изменить, что-то, может быть, кому-то не нравится, может быть, режим работы, кому-то еще что-то. То есть вы всегда пойдете на встречу и рассмотрите любое предложение? Конечно, потому что мы должны работать для людей, чтобы им было комфортно и хорошо. Спасибо. Следующий вопрос от Кайрата. А проходит ли у вас в библиотеке литературные вечера? Хотела бы посетить. Как о них можно узнать? Это мой конек. Проходит, да. Сейчас, конечно, реже, чем до карантина, опять же, потому что ограничения по количеству человек, которым можно собираться. Но вообще подписывайтесь на наши странички в Инстаграме, в Фейсбуке. Обычно все афиши публикуются там, потому что, опять же, до Нового года буквально мы проводили литературную встречу с нашим уральским поэтом, вашим коллегой. Монайдаром был молодой. Было очень много студентов, школьников, и очень так интересно прошла встреча. И он читал стихи, и они читали его стихи, и они общались. То есть, в принципе, и сами иногда мы собираемся, то есть, пишущие там, школьники, студенты, показываем друг другу свое творчество. Поэтому следите за обновлением в соцсетях. Спасибо. Следующий вопрос. Сотрудничаете ли вы со школами, другими школами, с библиотекарями школ? И какие конкурсы проводятся в основном для учащихся? Ну, я думаю, что такое сотрудничество у вас идет вплотную, да, и с другими школами, и, соответственно, с библиотеками. Поэтому тоже можете рассказать нам. Ну, со школами это, как бы, естественно, это наш главный контингент наших читателей. И, естественно, со школьной библиотекой, потому что это очень важно. Школьная библиотека, это первая библиотека, которая может так получиться, что читатель может не прийти с мамой или с бабушкой в нашу библиотеку. Но школьную библиотеку, он, конечно, посетит это обязательно. Поэтому нам взаимодействие со школьной библиотекой очень важно, потому что через них мы узнаем о потребностях наших читателей, об их интересах. Мы проводим совместные мероприятия. У нас работает университет книгам. Для школьной библиотеки. Да, Сергей, может, об этом подробно расскажет. Естественно, сами конкурсы, очень часто у нас проводятся конкурсы выразительного чтения, посвященные различным авторам. Это может быть и юбилейный. И вот сегодня говорил Сергей про Мунаэдар Малбулдар. Он был вечер, посвященный его переводам. Удивительно, что наши библиотекари заметили, что он некоторые произведения русских авторов, зарубежных авторов переводит. И очень это, оказывается, заинтересовало не только библиотекарей, оказывается, это интересует наших читателей. И мне было вообще вот интересно. Я летом участвовала в конференции, организованной в Сибирской библиотеке. И я вот рассказала о наших местных авторах, о бауржамах Байдолине, о Мунаэдаре, какие они пишут произведения, что они пишут на казахском языке. И вот прям все было интересно. Хотелось бы вот эти переводы. И поэтому вот, когда мы говорим о детской книге и вообще про наших авторов, надо помочь им, чтобы их узнали не только у нас, знали не только в Казахстане, а узнали во всем мире. Потому что это очень важно, чтобы эти произведения были переведены хотя бы сначала на русский язык. Потому что это очень интересное произведение. Потому что вот очень заинтересовали книги, вот очень много пишут про волков. Да? Или как о волке, правильно сказать? Про волков. Да. И очень много было там вот наших друзей, библиотекарей, которые работают на Алтае. И вот они, для них эта тема была очень интересная. И вот даже нам предложили такой проект, ну, не знаю, может быть, это, как это будет продолжаться, чтобы эти книги можно было перевести. Я говорю, ну, все это упирается в финансовые средства. Ну, да. В основном. В университете книги. Ну, да, университет книг, он работает на базе нашей библиотеки уже лет 20. Больше уже. Больше даже, наверное. То есть, это такой обучающий семинар для школьных библиотекарей. Они всегда с большим удовольствием приходят. И там же мы даем им всю информацию о тех мероприятиях, которые у нас проходят. То есть, положение конкурсов, конференции читательских и так далее. Ну, и плюс мы обмениваемся каким-то опытом. Потому что у себя на базе школы, они могут брать за пример наши какие-то мероприятия или проекты и проводить у себя, используя как бы нашу работу, как такую методичку. И вот немножко еще о переводах. Мы как раз принесли вот несколько книг. Это русская классика на казахском языке. Это подарок Генерального консульства Российской Федерации в нашу библиотеку. Вот в прошлом году, в ноябре, они преподнесли нам такой подарок. И на самом деле это очень, ну, как бы так разумно, потому что часто так вот бывает, что мы как бы преподносим зарубежную какую-то классику на том языке, на котором человек не владеет. А вот здесь как бы наоборот очень разумно. В том плане, что человек читает на том языке, на котором он говорит и думает, он понимает, осознает. И уже для себя понимает, хочет он прочитать это в оригинале или нет. Поэтому вот здесь, конечно, вопрос переводов сейчас, он очень актуальный. И вот очень здорово, что вообще этот вопрос сейчас поднимается и как-то вот сдвигается, скажем так, с мертвой точки. Спасибо. Я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире. У нас сегодня в гостях Звайда Утешева, деятели культуры Республики Казахстан, ну и также Сергей Быков, методист библиотеки Хамзе и Синжанова. По-прежнему ждем ваших звонков. И сообщения наши телезрители сегодня очень активны. И вот следующий вопрос от нашего зрителя Кадербека. Какую книгу все-таки предпочитают читать? Это вопрос тоже, наверное, часто вам задают молодежь электронная или бумажная. И вот сами как вы думаете, именно бумажная... Я думаю, пишет, вернее, он свое мнение, что бумажный формат книги всегда будет иметь спрос, хотя бы тует мнение, что в будущем он исчезнет. А каково ваше мнение? Ну, Кадербек абсолютно прав. Потому что бумажная книга, она всегда была, есть и будет. Потому что, ну, даже просто взять историю человечества, сколько всего было, что только с книгами не делали. И сжигали, и запрещали, и все. Но, тем не менее, книги существуют. Потому что это еще, вы знаете, мне кажется, вопрос личного комфорта. То есть, конечно, когда ты едешь в поезде, наверное, все-таки удобнее закачать в телефон, чем брать с собой четырехтомник какой-нибудь. А когда ты дома, то, конечно, я предпочитаю, например, бумажный вариант. Я еще настоятельно рекомендую все-таки детям, чтобы начинать, конечно, надо с бумажной книгой. Ни в коем случае. Сейчас очень часто наши молодые родители берут телефон, дают нашим детям планшеты, и они сидят там, что-то смотрят. А нужно им читать книги, потому что они должны видеть, как это приятно читать, вместе проводить время, читать такую книгу, запах книги, шрушание страницы, продолжение, вместе идти в магазин, покупать книгу, делать маленькую библиотеку. И очень важно, если уж как объявили год детей, что очень важно, чтобы у нас появились прекрасные книжные магазины, была бы доступная цена для детской книги, чтобы родители могли купить, чтобы они делали библиотечку. Потому что разные семьи есть, и в силу обстоятельств они не всегда могут приобрести книгу. Это очень важно, что, конечно, библиотека, она бесплатно должна быть, но в то же время нужно, чтобы у ребенка читательский вкус все-таки прививался вместе с родителями. И именно об этом уверены все библиотековеды и все библиотекари мира, что детям нужно прежде всего читать бумажную книгу. А электронная книга, она, конечно, важна, когда специалист должен просмотреть срочно какую-то книгу. И вот, как Сергей сказал, в поезде, там срочно какой-то, чуть ли не по диагонали, прочитать какой-то материал очень срочно. А, конечно, вот эта книга очень важна, бумажная книга. Так же, как это, потому что очень много, сейчас мы даже вот говорим о том, вот вся вот даже у нас переписка происходит в WhatsApp, в электронной, никто же ее не сохраняет. Что мы оставим нашим потомкам завтра? Чем, как мы говорили, мы о чем, это же история. Поэтому это очень важно у нас, мы даже вот говорим, что нашу электронную переписку тоже надо сохранять. А как ее сохранить? Нужно, может быть, тоже... Память сбивается. Да, да, да. Они до сих пор, наверное, есть какие-то письма, которые мы писали, да, от руки, и они хранят. Это такие добрые, теплые воспоминания. Конечно, это очень важно. Потом эти письма, они же еще очень хорошо развивают память, когда ты пишешь письмо, потому что ты пишешь же перечень каких-то событий, ты думаешь, как составить предложение, описать, все. Сейчас как бы все сокращено же, там, ок, приф, поп, спес. Ну, как бы, да, это удобно, это быстро, понятно, да, это как бы смс-культура, она такая, какая она есть. Но для развития, конечно, какого-то мозга нужно все-таки писать от руки. Следующий вопрос от Надежды, нашей телезрительницы. Какой вы представляете библиотеку будущего? Задумывались ли вы над этим? Ну, конечно, все, что сегодня делается в библиотеке, это по ее возможности. Вот сейчас в библиотеке, вы знаете, делаются модельные библиотеки. Во многих библиотеках открываются каворкинг-центры. В нашей библиотеке есть различные, вот, Сергеевская, Мейкерспейс. Это ведь не только вот робототехника, а очень важно, чтобы библиотека стала таким местом, что вот я за рубежом вот видела, что человек утром встает, и он идет в библиотеку выпить кофе и прочитать свежую газету. Это становится как бы частью его жизни. И мне хотелось бы, чтобы библиотека будущего стала вот тоже частью жизни. Это не только, чтобы пойти, срочно там нужно там для ребенка выполнить какое-то задание, написать какой-то реферат. Чтобы человек мог отдохнуть. Да, что он, самое главное, что он пришел в библиотеку. Как любимой книгой. Да, поговорить с человеком или встретиться. Почему там вот каворкинг-центры? Это же не только там пойти прочитать, а сделать какую-то встречу. Да, пообщаться друг с другом. Делать какой-то проект, пойти отдохнуть. Есть библиотеки тоже за рубежом, которые работают круглосуточно. Возможно, мы тоже к этому придем. Они занимаются, он пошел там где-то на диванчике, прилег, поспал, опять продолжал заниматься. И самое главное, что библиотека будущего должна отвечать всем требованиям нашей читателей. И она должна быть удобна и комфортна. И чтобы хотелось в нее приходить. И приходить. И приходить. Как вы видите, молодой человек. Потом еще у нас, вот все-таки, мне кажется, очень выигрышный в этом плане город. Потому что у нас две областные главные библиотеки находятся в зданиях архитектурных памятников. То есть на этом можно очень выигрышно сыграть. То есть снаружи это такое старинное здание 19 века. А внутри, ну это, конечно, должен быть очень качественный, хороший ремонт и все такое. Сделать абсолютно современную по мировым стандартам библиотеку. Это был бы, во-первых, прекрасный туристический центр. Это был бы прекрасный краеведческий центр. Это был бы прекрасный культурный центр. В принципе, вот как раз, как Звайд Бесен говорит, чтобы можно было прийти и действительно выпить кофе, почитать книгу, позаниматься, если хороший интернет, поработать. То есть, в принципе, это действительно очень важный момент, чтобы библиотеки были вот на таком каком-то уровне. У нас, к сожалению, сейчас, ну как-то так относится к библиотекам, ну, есть и есть. А ведь это действительно старейший социальный институт и старейший культурный институт, в принципе, в истории человечества. Потому что библиотеки были даже, в общем-то, раньше, чем театр, и раньше, чем кино, и раньше, чем там еще какие-то другие социальные институты, школы те же самые. Поэтому немножко просто вот как-то нас так в области культуры задвинули чуть-чуть, но мы такие серые кардиналы от культуры. Нет, я не соглашусь с этим, что задвинули. Конечно, очень многое делается. Я вот говорила о тех проектах, которые сейчас делают по всей области. Но все-таки вот год детей, мне кажется, вот тоже считаю, что сеть учреждений культуры тоже должна, наверное, принять какую-то программу, чтобы все библиотеки, учреждения культуры города, области были распахнуты для детей, чтобы они себя чувствовали там комфортно, безопасно, чтобы все, что они захотели, чтобы они предложили, это и кружки, и какие-то центры для развития, для интеллектуального центра, центры для научных каких-то открытий. Все это должно быть, но для этого нужно принять какую-то стратегию действий самого культуры. И, как в свое время говорил ученый Капица, обязательно нужно насаждать культуру силой, а то если мы это не получим, это будет крах. И поэтому очень многое делается в области и библиотеки, и в культуре, но в то же время, ну, еще, конечно, нужно бы сделать. Спасибо. Следующий вопрос. У Владимира Высоцкого в «Балладе о борьбе» есть такие строки. Значит, нужные книги ты в детстве читал. Мы росли на трех мушкетерах, как закалялась сталь, Пушкини, Есенини, Абая. А какие книги Вы сейчас посоветуете нашему подрастающему поколению? Задает вопрос Айбек. Ой, у меня такой своеобразный вкус в литературе. Я даже часто, ну, как бы так, отказываюсь какие-то делать рекомендации. Но классика, она никогда никуда от Вас не уйдет. То есть она потому и классическая литература, что она на века. И если даже вдруг Вы, прочитав какое-то классическое произведение в школе или в институте, вдруг не поняли, или там что-то Вам не понравилось, никогда не бойтесь к этому вернуться, потому что с жизненным опытом классика, она воспринимается, конечно, лучше. Мне кажется, нужно всегда, ну, если Вы действительно любите читать, пытаться следить за новинками. И даже вот если, например, бывают какие-то сильно популярные авторы, Вы возьмите и прочитайте, чтобы составить свое мнение. Потому что, ну, вот, например, там в свое время был популярен Паула Куэлью. И одни говорили, что это все полная ерунда, другие говорили, что это супергениально. Я, например, взял для себя просто, прочитал, я понял, мне не нравится, то есть я читать это не буду, мне неинтересно ни стиль его, ни темы, которые он затрагивает, ни обороты, которые он использует. То есть это не Ваш? Это не мой писатель, не моя литература, но я составил свое мнение. Например, там Харуки Мураками был очень известен в начале 2000-х, ну, сейчас как бы он тоже популярен, но чуть поменьше. Мне очень нравится. Но опять же, в определенном переводе, переводе определенного человека, Дмитрия Коваленина. То есть, мне кажется, если вы, например, хотите познакомиться с Харуки Мураками, ну, рекомендую, кстати, познакомиться, то надо брать перевод именно Дмитрия Коваленина, потому что это действительно красиво, интересно, вкусно написано. Другой перевод – это уже какой-то набор слов совершенно для меня неудобоваримый на самом деле, но для кого-то может быть наоборот. Ну, а дюма – это вещь, это супер. Спасибо, спасибо. У нас остается буквально пять минут до окончания эфира. Мало, как всегда. Да, очень мало для нас, тем более вас так интересно слушать. Спасибо, что просветили нас. И еще такой вопрос от Надежды. Одна из последних прочитанных вами книг. И еще Марат задает вопрос, как часто пополняется ваш книжный фонд в библиотеке, но до этого вы говорили, и проводите ли вы еще мероприятия с участием музейных работников? Ну, с музейными работниками мы очень часто проводим мероприятия. Вообще, надо сказать, что с сетью учреждений культуры мы очень тесно сотрудничаем. Это и театральные артисты, это и музейные работники, это и Центр археологии. Со всеми мы, и с университетами, мы, естественно, писательские братья, они часто становятся нашими гостями в библиотеке. Поэтому, наверное, нету тех, даже... Точек соприкосновения каких-то. Да, даже это... Тех организаций, с которыми мы не работаем. Вот это надо поискать. Да, и с врачами, и с спортсменами. Потому что всех нас объединяет книга, которая... Любовь книги. Очень часто иногда думают многие, вот как-то была у нас сеть, несколько циклов мероприятий с спортсменами. Обычно считается, что спортсмены не читают книг, да? Оказывается, очень много даже это. Они очень много и читают, и могут посоветовать. И самое главное, дети к ним прислушиваются. И банкиры, и всякое были. Поэтому приходите в библиотеку, вот если вы задавали вопрос, советую тебе прочитать. Мне кажется, у каждого это должно быть индивидуально. К нам очень часто приходят родители, у которых не читают дети. И они говорят, помогите нам. Приходят в библиотеку, вот как с пациентом работают. Что сначала прочитать, что потом прочитать. Поэтому, если я еще добавлю... Ну, последняя книга, которую прочитал, значит, это вот буквально на вот этих новогодних праздниках я читал. Это Эдуард Лимонов, Палач, книга называется. И я еще прочитал, значит, ну, не прочитал, перечитал всего Мопассана. Французский писатель, это «Милый друг», «Пышка», «Жизнь» и так далее. Вот какие книги вы читаете. Да, я думаю, у меня своеобразный очень вкус. Меня, видите, метает от Лимонова к Мопассану. И которые произвели на вас сильное впечатление, может быть, даже повлияли на ваше обозрение. Ну, Бродский – это мое все. Это вот для меня солнце мировой поэзии. Но, а так, конечно, ищите свои книги. То есть это очень важно, на самом деле, найти своего автора, свою книгу. И, может быть, это вы будете делать всю жизнь. И в каждых возрастных промежутках у вас будут разные книги свои, свои авторы. То есть это очень важно. И у меня есть много нелюбимых книг и нелюбимых авторов. То есть это тоже и должно быть, мне кажется. Нельзя любить всех, всех литераторов, всех писателей. То есть есть какие-то вещи, которые я никогда не буду читать и перечитывать, или советовать. Поэтому это тоже должно быть в этом, потому что вы сами развиваетесь. Это очень большое такое подспорье для развития самого человека. А про музеи, если позволите, я хотел бы пользуясь случаем поздравить музей Старый Уральский. У них вчера было 19 лет со дня основания. Так что поздравляем их и желаем им всего наилучшего. Ну и вообще всем музейным работникам, потому что они наши большие друзья. И очень сильно и много нам всегда помогают. Спасибо. Хотела бы добавить о том, что вы, может, прочитали книги. Вот, по-моему, в 21-м году, да, предложил Казамжи Мартукаев несколько, 30 книг для прочтения. И там был автор Хомский. И он, это в основном статьи его, исследования. И вот так получилось, что я об этом рассказывала. И вот он меня так вот задел, я все время возвращаюсь к нему. И сегодня я вижу, что я вообще рекомендую, ну это не для детей, конечно, для сегодняшней молодежи читать. Потому что он очень хорошо анализирует ситуации в жизни, в политической жизни. Очень важно. Поэтому вот эти книги я советую прочитать. И, к слову сказать, вот еще сейчас вспомнил тоже. Очень хочу, на самом деле, сам в этом году прямо заняться, перечитать Габита Мусрепова. У него в этом году юбилей. И как-то, ну давно в школе мы его проходили и читали, и отрывки какие-то, и у пана ее имя. Хочу перечитать. То есть мне очень любопытно, спустя столько лет, вот какой впечатлений. То есть тогда для меня это произвело очень приятное такое, сильное впечатление. Вот мне любопытно, спустя столько лет после школы, как я восприму этого автора снова. То есть вот это... Спасибо. Увы, время эфира наше пролетело незаметно на одном дыхании. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за то, что вы прививаете любовь именно к чтению книг наше подрастающее поколение. И хочется пожелать вам только благодарных побольше читателей процветания в вашей библиотеке. Ну, я надеюсь, что это не первая, не последняя наша встреча. Ну, приглашайте. Мы привезем. Обязательно. Спасибо еще раз. Всего вам самого доброго. Ну и, конечно, удачи во всех ваших делах и начинаниях. Дорогие телезрители, вот и наступило время прощаться с вами. Но к моей великой радости ненадолго. Лжезавтра мы снова встретимся с вами в это же время на телеканале Акжаик в программе Куншуах. До свидания и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok